В 127-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», мы поговорим о том, почему мы так спешим в части своих желаний и как перестать это делать. Знаете ли вы, что у вас уже есть всё, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Беррессон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А ещё я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру в работе с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я очень рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Сегодня мы говорим про такой феномен, как «delay discounting». Я не нашла пока чёткого перевода в психологической литературе на русском языке, и не хочу использовать слово «дисконтирование», потому что, возможно, буду получать от некоторых из вас, особенно экономистов, ругательные сообщения. Но давайте я объясню вам на простом примере, как это работает, о чём мы с вами будем говорить, почему вам нужно понимать концепт «delay discounting» для того, чтобы перестать спешить, для того, чтобы выйти из этой гонки за вашими мечтами. И этот концепт может стать для многих из вас объяснением, почему многие люди сегодня спешат, почему мы не наслаждаемся процессом. И в итоге, возможно, даже и не создаём тот потрясающий результат, который вам на самом деле доступен. А ещё, конечно, вы поймёте, почему люди выбирают нечестные, обманные пути и вообще совершают много безумно странных действий, вместо того, чтобы жить и работать в соответствии со своими ценностями, создавая в итоге тот результат, который мы хотим. Итак, давайте посмотрим, как работает «delay discounting» – наше дисконтирование, наше преуменьшение будущих результатов на простом примере. Допустим, если я вам скажу «выберите между тем, что я вам дам 100 рублей сегодня или 100 рублей через неделю», ответ будет очень простой. Большинство из нас выберет 100 рублей сегодня. Если я вам скажу «выберите между тем, что я вам дам 100 рублей сегодня или 150 рублей сегодня», то, скорее всего, тоже выбор будет достаточно простой. Выберите 150 рублей сегодня. Но что, если я спрошу вас, «Выберете ли вы 100 рублей сегодня, либо 150, например, через год?». То есть здесь уже ответ становится намного сложнее. И исследователи, которые проводят такие опросы, даже выявляют некий порог, когда мы начинаем соглашаться на меньшее, в том числе сумму, например, потому что как раз-таки срабатывает этот концепт. Мы начинаем преуменьшать значимость чего-то того, что нам нужно ждать. Мы начинаем проявлять импульсивность. Мы выбираем предметы, мы выбираем действия, которые приносят нам немедленные результаты, а не те, которые дадут нам большие результаты, но позже. Мы часто это видим в сфере здоровья, когда дело, например, доходит до фитнеса. Подумайте, сколько переменных сразу вступает в игру, когда нужно пойти в спортзал, тренироваться, посещать различные мероприятия, против того, что перед вами лежит печенье вот здесь, на столе или прямо в вашей руке. Итак, мы с вами говорим сегодня, почему мы преуменьшаем наши достижения из будущего, почему принижаем их ценность, соглашаясь на что-то такое, что на самом деле намного меньше того, на что мы способны, чем это грозит для нас. И, конечно, дальше мы поговорим о решении. Как сделать так, чтобы наша тенденция недооценивать будущее и достижения не влияла пагубно на наше будущее. И даже, друзья, я более скажу, не влияла пагубно на наше настоящее. Допустим, вы хотите запустить собственное дело. Вы задаете страницу, вы делаете курс, вы запускаете подкаст, и вы не получаете результат, который вы хотите. Почему мы начинаем спешить? Почему мы тогда сразу начинаем так спешить? Почему мы критикуемся? Почему мы не наслаждаемся процессом того, что сейчас мы что-то строим? Сейчас мы создаём что-то для своего будущего. Мне кажется, что первая причина в том, что мы не верим до конца в наше будущее. Мы не верим в нашего будущего себя. Мы просто не верим, что у него или у неё в итоге получится. Поэтому мы хотим доказательства сейчас, вот прям в текущую минуту. Поэтому нам так важно скорее заработать 100 тысяч, даже несмотря на то, что мы находимся в отчаянии, в гонке, и, по сути, не идём в это время и не создаём платформу для того, чтобы создать свой миллион. Когда же мы верим, что наш будущий я точно создаст успех? Он будет пробовать, он не остановится. То мы так не сходим с ума по текущим провалам, по поводу того, что ваши первые 100 сторис никто не смотрит. Вы не бросаете то, что вы хотите, просто потому, что награда в виде потрясающей аудитории через 5 лет теперь выглядит для нас не такой привлекательной, потому что ждать слишком долго. Вообще, друзья, и это очень интересный феномен, но для большинства людей будущее я, то есть вы через 5, 10 или вообще 15 лет, для многих из нас будущее мы — это какие-то незнакомцы, это непонятные люди, с которыми мы себя мало идентифицируем. Это, к сожалению, не только мои наблюдения, это неврологический факт. Исследования мозга показывают, что когда вы представляете себя в будущем, ваш мозг делает что-то странное. Он перестаёт себя вести так, как будто вы думаете о себе. Вместо этого мозг начинает действовать так, как будто вы думаете о совершенно другом человеке. И это поведение мозга затрудняет наши действия сегодня. Те действия, которые потенциально могут принести пользу не только нашему будущему я как Личности, но и обществу в целом. Исследования показывают, что чем больше ваш мозг относится к будущему я как к какому-то незнакомцу, stranger, тем меньше самоконтроля вы проявляете сегодня, тем меньше вероятность того, что вы сделаете про социальный выбор, который, вероятно, поможет всем нам в долгосрочной перспективе. Мы в меньшей степени способны сопротивляться искушением, мы больше прокрастинируем, меньше откладываем деньги на будущее, быстрее сдаёмся перед лицом разочарования или временной боли. И всё это потому, что мы не идентифицируем себя с нашим будущим, с нашим успешным, сильным и таким потрясающим будущим собой. Не думать о будущем себе, то, что называется жить одним нём, это реально опасно не только для конкретного человека, но и для общества в целом. И это мы видим на примере людей, когда они обманом, коррупцией завладевают какими-то ценностями сейчас, потому что они не задумываются о своей жизни за пределами сегодняшнего дня. Уж точно не за пределами этого года. Кстати, по одному из запросов, которые проводили в США, было показано, что, например, люди с наркотическими зависимостями, они практически не думают о будущем. Они живут до следующей дозы, до следующего удовольствия. В тремя для того, чтобы создавать какие-то большие вещи, для того, чтобы делать что-то значимое, нам необходимо мыслить на годы вперёд, на десятилетия вперёд. И я знаю, друзья, я слышу, вы мне хотите сейчас возразить, ну, Алена, как тут мыслить на десятилетия вперёд, когда ты не знаешь, что будет завтра. И я вам хочу предложить, что это как раз-таки и причина, почему нам нужно мыслить на длинное будущее, почему нам нужно создавать для себя видение и возможности далеко за пределами тех обстоятельств, которые мы переживаем сегодня. Потому что когда у вас есть видение будущего, вы будете более адекватно, более холодно и спокойно принимать решение сегодня. Возможно, где-то вы будете соглашаться на временные трудности, вы будете готовы пройти через расчарование и временные боли именно потому, что вы не живёте одним днём, потому что у вас есть общая стратегия, вы верите в ваше будущее, и вы знаете, что в итоге, неважно, понадобится нам 10, 15 или 30 лет, вы создадите результат, который хотите. Не теряя себя, не теряя свои ценности в процессе, даже когда для некоторых искушения так велики. Вы, наверное, почувствуете, что в этой части для меня тема очень чувствительная. Давайте перейдём на более понятные и нечувствительные для нас концепты. И ещё одна причина, почему люди преуменьшают будущее достижения, совершения в пользу текущих ежеминутных удовольствий и поощрений, заключается в том, что мы продолжаем верить, что новое обстоятельство, новое достижение, новый заработок, новые какие-то другие вещи в нашей жизни сделают нас счастливее. И поэтому мы просто не можем ждать, поэтому мы так спешим. Мы готовы согласиться где-то на меньшее что-то, чтобы только не ждать, чтобы получить эту возможность быть счастливыми здесь и сейчас. Но, опять же, друзья, я вам хочу предложить, что никакое обстоятельство в будущем, ни в настоящем, не делает нас само по себе счастливее. Вам не нужно так спешить получить что-то, создать что-то, в надежде, что оно изменит наше внутреннее состояние. Мы можем менять это внутреннее состояние сегодня из этого состояния, создавать то, что вы хотите, в том режиме, который будет вам помогать это делать. И последнее, друзья, почему мы их не готовы ждать? Я очень часто вижу, что у нас бывают очень странные понимания в части того, сколько что должно занимать, чтобы это чего-то стоило, чтобы это было достойно, чтобы это было ценно. Когда я обсуждала тему этого эпизода с мужем, мы задались вопросом, почему, например, люди готовы учиться десятилетиями, чтобы, например, стать врачами. И они не преуменьшают значимость становления врачом, даже если это занимает, например, 10 лет. Точно так же, например, мы не считаем, что значимость рождения нового человека чем-то меньше, потому что это занимает минимум 9 месяцев. Мы не спешим, мы не считаем, что иметь ребёнка в будущем это что-то менее ценное, потому что процесс занимает столько времени. Но во многих других областях нет такого предопределённого таймлайна. И тогда вступает в роль маркетинг, и вы уже не согласны худеть за 3 года. Мы хотим похудеть максимум за месяц. Мы не хотим строить, собственно, делать 10, 15, 20 лет. Нам кажется, что у всех вокруг, особенно у экспертов по продажам онлайн-курсов, успехи строятся за несколько недель. Я наблюдаю это из-за участников комьюнити. Такое, конечно, бывает нечасто, но иногда люди всё-таки приходят с ожиданиями, что им стоит только выучить сал-коучинговую модель, и они сразу похудеют или создадут дело своей мечты. И да, я вам рассказывала, что для меня опыт с моделью был как до и после. Но это не означает, что всё после случилось в один день. Это не означает, что я не делала и не продолжаю делать регулярную работу. Друзья, если вы движетесь в направлении того, чего вы хотите, проходите через дискомфорт, делаете работу, то это как с беременностью. Ваш процесс занимает именно столько времени, сколько он должен занимать. И вам нет смысла спешить, потому что спешкой и минимизацией вашего будущего успеха вы ничего не заработаете. А скорее всего, вы только ухудшите свой опыт сегодня. Если что-то не идёт быстрее, чем идёт, и вы продолжаете делать работу, продолжаете тестировать, анализировать, проваливаться, пробовать что-то новое, значит, время посмотреть на это как на часть процесса, не как на историю про то, что что-то идёт не так, и перестать преуменьшать то, что вы делаете, перестать преуменьшать ценность будущего достижения только потому, что оно занимает время. Итак, друзья, в процессе причин мы с вами уже начали так или иначе затрагивать решения, новые мысли, но давайте сейчас суммируем и выберем для себя то, как вы будете не преуменьшать ваше достижение в будущем. Вы можете выбрать для себя все решения, а можете тестировать их по отдельности. Итак, для начала спросите себя, как далеко в будущее вы мыслите? Это три дня вперёд, или это несколько лет вперёд, а может быть, это десятилетия вперёд? И какие у вас отношения с будущим собой? Потому что, помните, если мы думаем на несколько дней вперёд, нам очень просто загрязнуть ежедневно в проблемах, нам очень просто принимать решения импульсивно, смотря на то, что выглядит легче, привычнее сегодня. При этом, когда у вас есть видение себя в будущем, вы всё равно будете решать проблему сегодня, но у вас всегда будет эта путеводная звезда, у вас будет будущее «я», в которого вы верите, и который создаёт или создал уже то, что вы больше всего хотите для себя. Следующий момент, друзья. Ваш будущее «я» — это не «стренджер», это не незнакомец, это не кто-то такой, что не имеет ничего общего с вами. Ваш будущее «я» со всеми успехами, которые вам доступны, он может существовать только благодаря вам сегодня. Вы есть причина, почему ваш будущее «я» в принципе существует. И самое время начать помогать здесь друг другу. Вы помогаете будущему себе становиться тем, кем вы больше всего хотите быть, а ваше будущее «я» помогает вам продолжать двигаться в том направлении, которое вы хотите. И самое главное здесь — строить глубокие, крепкие отношения, не минимизировать ценность ваших будущих достижений просто потому, что сегодня вам нужно для них работать, просто потому, что сегодня вы действительно проделываете шаги, вы тратите время, вы инвестируете в то, во что вы верите. Друзья, самая главная мысль этого эпизода в том, что ваше будущее достижение не хуже, если оно займет больше времени. Вам не нужно поступаться своими ценностями, вам не нужно врать, вам не нужно даже спешить, потому что, еще раз, ваше будущее достижение не хуже, вне зависимости от того, сколько времени оно займет. Мне кажется, у нас есть некое заблуждение, что если кто-то что-то делает быстрее или достигает быстрее, значит, этот человек лучше, или, значит, это достижение лучше. Но я вам хочу предложить, что те вещи, над которыми вы работаете, те навыки, которые вы строите через практику, через усилия, они будут чувствоваться для вас потрясающе. Когда мы реально делаем работу и мы нарабатываем, мы создаем новый навык, это чувствуется потрясающе. Нам кажется, что нам нужно все уже уметь. Нам кажется, что было бы потрясающе, если бы с самого начала я записывала самые крутые подкасты, я делала самые крутые рилс, или я делала другие, любые вещи на высочайшем уровне. Но я вам хочу предложить, что наслаждение, когда мы с вами строим навык, когда мы проделываем работу и в итоге видим результаты, не сравнится ни с чем. И более того, конечно, у нас есть некоторые предрасположенности. Есть вещи, которые вам даются легче, и это замечательно, и мы хотим это использовать. Но также у вас всегда есть возможность построить для себя умение создавать навыки через практику, создавать навыки через дискомфорт, через усилия. Потому что подумайте, если вы получаете этот навык, если вы знаете, что я могу создать в своей жизни всё, что я хочу, я могу научиться тому, чего я хочу, если я приложу усилия, приложу практику, получается, что у нас нет лимитов. Если мы с вами будем рассчитывать только на наши предрасположенности и делать проблему из того, что какие-то вещи занимают время, то мы будем всегда ограничены своими предрасположенностями. Если вы не предрасположены к чему-то, вы просто никогда не сможете это делать, потому что вы не умеете развивать навык. Против того, что вы учитесь развивать навык, и теперь вы знаете, что любой навык, который вам понадобится для любого дела, вы знаете, как его развивать, вы знаете, как его культивировать, и вы умеете, друзья, быть в спокойствии, не спешить в этом процессе. Это другой важный элемент, о котором мы с вами часто говорим, о важности наслаждаться, радоваться процессу, ценить его. Есть такая фраза о том, что те люди, которые любят ходить, всегда пройдут больше, чем те люди, которые только любят цель. Задумайтесь об этом. Если вы будете наслаждаться, радоваться процессу, то вам не нужно будет минимизировать свои будущие достижения. И наоборот, когда вы перестаёте минимизировать свои будущие достижения, просто потому что они занимают время, поверьте, вам намного легче наслаждаться, радоваться процессу, гордиться тем, что вы делаете раз за разом. И последний такой немножко контринтуитивный момент, особенно когда сейчас я говорила с вами о важности, наслаждаться процессом, нам не нужно забывать и про потрясающность нашего будущего. Нам кажется, что сейчас всё равно ничего не поможет, что ничего не имеет смысла. Но не поддавайтесь на эти ежеминутные искушения забросить. Напротив, наша задача увеличивать в нашей голове потрясающность нашего будущего. И тогда, несмотря ни на что, вы будете продолжать готовить то, что необходимо, чтобы в итоге ваше будущее было именно таким, каким вы больше всего хотите. Но, друзья, очень важно, когда я говорю про потрясающность будущего, я не говорю о том, что обладание какой-то вещью или какой-то заслугой в будущем сделает вас лучше. Это только про то, что будет потрясающе иметь то, что вы создаёте. Но вы уже сейчас, услышите меня, уже сейчас можете чувствовать себя сто процентов наполненными, не спешить, не дискредитировать и даже не уничтожать свои будущие достижения, потому что они требуют времени, потому что они требуют усилий, потому что они делают дискомфортно. Я вижу вас, дорогие участники, которые часто получают коучинг об этом. Я горжусь вами. Я горжусь, что несмотря ни на что вы продолжаете делать работу, даже если это занимает время. Ваши достижения в будущем будут не только не меньше, друзья. Они будут теми самыми потрясающими достижениями, которых вы больше всего заслуживаете. Я думаю, что это является моей большой поддержкой в последнее время тоже. Я не боюсь инвестировать столько работы, сколько могу. При этом я позволяю себе не спешить. Да, мы продолжаем работать очень эффективно, но я знаю, что в конечном итоге я все равно получу свой самый большой успех и влияние. Через 3, 5, 10, даже 15 лет, друзья, я окей со всеми этими годами. Какая разница? Мой успех не будет меньше, если он займет больше времени. И если это так, то куда спешить? Если это так, то какие-то временные откаты становятся частью процесса. Я буду радоваться потрясающности, успешности моего проекта, какой будет для него следующая стадия. Неважно, случится это сейчас или через много-много лет. Потому что я знаю, что все это время я буду ценить ту дорогу, по которой я иду. Я буду менеджить свой мозг в процессе. Если у меня будет ощущение, что я спешу или не живу в соответствии со своими внутренними ценностями и смыслами, то я не буду ими поступаться просто потому, что это означает, что тогда мне придется дольше идти к своему самому большому успеху. Спасибо, друзья, что были сегодня со мной. Я знаю, что многим из вас может быть сложно. Может быть сложно находиться в процессе. Может быть сложно верить в то, что у вас получится, несмотря ни на что. Но я очень прошу вас, не преуменьшайте свои будущие достижения, даже если они занимают время. Не верьте, что ваши достижения будут хуже или лучше. До тех пор, пока мы живем этим процессом, пока мы живем в соответствии со своими ценностями, ваши достижения придут к вам именно таким потрясающим образом, о котором вы даже пока еще не мечтаете. Я желаю вам всем потрясающего продолжения сегодняшнего дня. Всех обнимаю. До самой скорой встречи. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Дребик. Это мое коучинговое сообщество, где вы учитесь помогать себе так, чтобы создавать результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы получаете мою личную поддержку, коучинг, вдохновляющее окружение и в результате создаете жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании этого эпизода и я буду счастлива поработать с вами в Дребик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok